Ты тоже будешь видео снимать, да? Ты же будешь что-то на камеру говорить? Посмотри хотя бы, я не знаю, на нее. Женщина. Ого. Она что-то начала понимать. Короче, я все-таки решил записать такое видео, которое, в принципе, имеет в себе три цели. Во-первых, это плюс-минус попытаться суммировать, значит, происходящее. Во-вторых, объяснить, показать по-быстрому, как решить эту проблему, если у вас ПК или Андроид. Для других решений нет, к сожалению, пока что. В принципе, пока что. Нет, точнее, есть, просто они гораздо более жопобольные, скажем так. И, возможно, третья цель — это какую-то часть людей вразумить, если это необходимо. И пойдем мы, собственно, по порядку. Давайте так, что происходит. Я не буду сейчас сидеть и как сильно левонаправленные новостные источники без источников, собственно, типа, кричать о том, что сейчас, подождите, два месяца, короче, и будет полный бан. Такого я говорить не буду, потому что... Есть такая вероятность, да. Есть у нас подтверждение? Нет. Всякие типа а-ля расследования, поверьте, нам рассказали, источник мы не скажем, это такая себе херня, это происходило последние два года. Я видел, типа, таких предсказаний штук реально 4-5, ни одно из них не сбывалось. Сейчас ситуация изменилась, опять же, угроза есть, но вы поняли. Вот. Мы имеем ситуацию с тем, что видео на площадке работают медленнее, соответственно, вы, типа, грузить... Вероятно, на данный момент уже там не можете больше 480, слэш 360, у кого-то и 144. Я не знаю, от чего это зависит, потому что бывает такое, что буквально от... Типа, на одном и том же интернете разное устройство работает по-разному, с разной скоростью, с разной воспроизводимостью, потому что, например, у меня отвалился сразу практически смарт-ТВ, на нем невозможно, типа... Ну, возможно, но там, типа, грузится просто на авто 144, ты такой, спасибо, классно. Ну да, действительно, без лагов, но 144p, такой, типа, да, я посмотрю сейчас видео обязательно. Только какие-нибудь подкастики, где, типа, картинка особо не важна. Все остальное у меня работало длительное время, со вчерашнего дня, с первого числа, начались проблемы, типа, на ПК у меня до этого все работало вообще идеально, вот, соответственно, со вчера видео начали тупить на 1080, типа, они работали, но подтупливали. Я такой, ну, надо же, типа, что-то с этим сделать. С этим что-то сделали, и, как бы, это приятно. Дальше, что? Это не проблема в том, что там какие-то сервера начали умирать внезапно за один день, такое, конечно же, бывает, естественно, это абсолютно реалистичная ситуация. Нет, ситуация с серверами, она реалистичная. Не реалистичная ситуация того, что, типа, они такие работали, 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 все было идеально, практически идеально, потому что, типа, когда пошли первые жалобы, их было не то, чтобы сильно больше, чем там за последний год, например, потому что, в принципе, интернет, если вы не заметили, начал деградировать в этой стране, прекрасно, я обожаю. Вот, поэтому мы все прекрасно понимаем, кто это делает. Зачем? Вопрос интересный, типа, попытка это подвести к, ну, как я записывал уже голосовое, типа, сманипулировать и попытаться, типа, людей вывести с платформы, что, кстати, не работает, потому что, типа, всем насрать, все все равно хотят, блядь, смотреть видосы, которые, типа, не существуют больше нигде, и контент в том количестве, которого не существует больше нигде, так что, ой, типа, ну, короче, не сработало, я надеюсь, что не будет работать дальше, про это мы тоже поговорим. Вот, либо там от чего-то отвлечь, я, хз, типа, это бесполезно сейчас размусоливать, я здесь сейчас сижу немного с другой целью. Короче, если вы имеете проблему, если вы смотрите YouTube на ПК или на Андроиде, то делаем три клика, ну, может быть, побольше, ладно, не три, но это не важно, потому что вы открываете мой Телеграм-канал, либо, да, эта информация, в принципе, есть в интернете, но, как бы, я сделал максимально, по-моему, простой гайд, который элементарнейшим образом работает, вы просто берете, вот так вот заходите по ссылке, все ссылки, кстати, будут в описании, вот эта ссылка тоже будет в описании отдельно, если не захотите заходить в Телеграм, вообще проблем никаких нет, нет, эта ссылка ведет сразу на скачивание с GitHub'а, где вы скачаете архив. GitHub выглядит, ну, я покажу там на примере этой Android-версии, вот так выглядит GitHub, вы увидите здесь самую верхнюю штуку, где просто будет обычный архив, и его, соответственно, скачиваете, либо вот здесь в Телеге просто вот эта ссылка сразу ведет на скачивание. Вы скачиваете архив потом, вы открываете браузер, которым вы пользуетесь, там, например, у меня это Opera, и берете вот эту команду, название браузера, двоеточие, слэш, слэш, флекс, если Chrome, Chrome, если Opera, Opera, если Яндекс, по-моему, надо написать браузер просто, если Firefox, Firefox, ну, там, короче, только у Яндекса отличия, все остальные, они просто по своему названию здесь выписываются. Выберете эту команду, соответственно, вбиваете это просто вот сюда, ну, я вбиваю не Chrome, а Opera, и у вас открываются штуки, лист с экспериментальными функциями. Там вы ищете настройку, которая звучит вот таким вот образом, TLS 1.3 киберсаппорт. Я на самом деле не знаю, надо ли это делать или нет, потому что, типа, она стоит на дефолте, по дефолту она отключена, поэтому, скорее всего, она у вас уже изначально отключена, то есть, типа, непринципиально. Еще можно Quick выключить, но он у меня включен, и, типа, ничего не... Ну, типа, все работает нормально, то есть, я не уверен, что эта штука вообще на что-то влияет, но, опять же, если что-то не работает, просто еще выключите Quick, как бы, точно заработает, скорее всего. Потом, после этого, вы берете... Что написано дальше? Вы получите вот такой вот архив. Его надо распаковать куда-нибудь, неважно, куда, типа, просто на рабочий стол себе кинуть вот эту папку, и чтобы она у вас была. Вы запускаете файл вот этот, который называется 1, нижнее подчеркивание Russia, нижнее подчеркивание Blacklist, у вас открывается вот такой вот командник, он будет ныть о том, что, эй, это вирусы не надо, это не вирус, это просто сторонний CMD-шник, но любой сторонний CMD-шник, винда или любой антивирус, типа, ну, будет кричать, потому что это незарегистрированный софт, он не понимает, что это такое, алло, опасно, просто его запускаете и смотрите видео про птичек 8К. Вот эта штука фиксит вам в работоспособности YouTube на ПК именно скачку, потому что до сих пор возможность стримить в 4К, заливать видосы со стабильной скоростью, которая у меня была, она есть, потому что проблема, ну, типа, да, действительно, они придумали, как сделать так, чтобы именно, типа, загрузка видосов работала медленнее. Вот, 8К. Если сейчас я ее вырублю, то не будет это, соответственно, работать, показываю. Ну, правда, это надо делать не на этом, не то чтобы не на этом видосе, надо, короче, подождать, потому что скорость, она падает постепенно. Вот, и сейчас, скорее всего, я запущу, у меня вот 4К еще он будет грузить. Попробую запустить 8К, и он уже не загружает. Если я куда-нибудь подвину, то он 8К и не то чтобы дает, и 4К он уже не грузит, он переключился, но все равно ничего не загрузит. Скорее всего, в 1080 уже не загрузят. Вот, поэтому GG. Открываем командник еще раз, вот этот бум. Жмем Yes. Вот оно подфриживает. Жмем 8К. Возможно, стоит обновить. Не, даже страницу обновлять не надо, типа, когда отрубаешь, он еще какое-то время работает, когда подрубаешь, он начинает работать, типа, молниеносно. 8К, вот, я не знаю, там видно, нет, надеюсь, видно, но 8К. Соответственно, все вообще замечательно. Вот, это первое, это решение, которое железобетонно, все, у вас оно будет работать, при, в целом, любых действиях, которые не звучат, как вы не можете зайти на вот этот вот домен, без VPN, это решает все проблемы с сайтом, и вообще не вызывает. Вы просто держите его открытым, не закрываете его, и все, ну, типа, просто втрой скидываете, если у вас Android, не обязательно это сработает, это я скажу сразу, скорее всего, проще просто, ну, короче, лучше это попробовать, но если это не работает, просто ставьте VPN. Вы скачиваете вот эту штуку, заходите вот по этой ссылке, которая вторая здесь в посте, эта ссылка тоже будет в описании видоса, с телефона, который у вас на Android, и здесь в осетах скачиваете вот это ПК, это приложение, там, которого нет в PlayMarket, и поэтому просто оно установится, что вы делаете дальше, вы его устанавливаете, получаете себе штуку, которая фактически работает просто как VPN, сейчас я ее покажу, вот так она выглядит by DPI с птичкой, эээ, зафокусить, пожалуйста, ну, короче, птичка, вот там птичка, вот, Twitter вернулся. У вас открывается максимально тупорылое приложение, которое выглядит вот так, с коннектом, вы нажимаете коннект, он у вас спросит, значит, там что-то разрешение по установлению, типа как VPN, он работает типа как VPN, все. По идее, после этого на телефоне, если у вас Android, он будет работать, и будет, типа, это тот же самый способ решения проблемы, как и то, что мы сейчас сделали на ПК. Соответственно, опять же, вот у меня, например, не то, чтобы стабильно это работает, вроде как он начинает грузить лучше, но не прям так, что бы, то есть у меня как бы больной интернет, и я могу таких видосов открыть, я не знаю, типа там давай этот 8К запустим, он начинает подтупливать, но, ну типа, три видео 8К, четыре видео 8К, можно смотреть, не, тут некоторые начинают тупить, короче, три видоса, вы можете смотреть вообще спокойно, я думаю, что как бы это выполняет потребности человеческие, с определенной вероятностью, если вам просто надо смотреть контент. Дальше, что мы имеем, если у вас айфон, или у вас смарт-ТВ, тут как бы, вот это что-то, я не знаю, что я открыл случайно, как-то совершенно, вот, да, но смарт-ТВ придется подолбиться с VPN на роутер, но другого способа, к сожалению, нет, потому что, как бы, ну, аналоги. Дальше, айфон тоже VPN, но типа суть в том, что если у вас очень плохо работает женщина, тебе нормально здесь, если у вас очень плохо работает YouTube, то типа, если вы включите VPN, который тоже режет скорость, он все равно будет работать лучше, вот в этом прикол, потому что у кого-то он не работает там вообще, но вы просто подрубаете. VPN даже бесплатный, позволяет смотреть контент в иногда 1080, иногда 720, но я просто думаю, что мы придем к потенциальному рассвету VPN-ов, и, соответственно, люди начнут их покупать, их сейчас уже не то чтобы банят, потому что, например, те, которыми пользуюсь я, их два, но это как бы, короче, вот мои конфиги, которые, то есть именно как конфиг, мне не забанят, вопрос только в том, работает ли сам протокол. Вот, у меня WireGuard до сих пор функционирует, и он, типа, работает нормально, даже лучше, чем сделали еще один Outline, то есть тут проблема только будет в том, если внезапно вылетит именно протокол, но там новые протоколы делают, которые, короче, более стелусовые, которые сложнее там отстрелить, которые, в принципе, маскируются, поэтому это очень геморройно, короче, этим заниматься, потому что, типа, вы избавитесь от одного протокола, будет другой протокол, и так он будет постоянно обновляться, соответственно, просто в какой-то момент, сейчас я бы, VPN-ы не оплачивал какие-то, потому что, да, оплаченный VPN может заблокировать, либо, как минимум, не оплачивать больше, чем на один месяц, потому что, опять же, в какой-то момент что-то может пойти не так, вот, в какой-то момент появится тот, который с наименьшей вероятностью, типа, в ближайшее время будет заблокирован, потому что там, у нас были новости, что-то из категории, типа, мы, короче, заблокировали все VPN, и все, они все не работают, и они все продолжают работать. Дальше, что я, как, соответственно, автор канала, который ведет его фулл-тайм на протяжении, 4-5, 5 лет, возможно, 4, я, не, подожди, но если мы рассматриваем именно фулл-тайм, вообще без каких-либо сторонних штук, даже типа обучения, то 3, вот, то есть, типа, 3 года, я только этим и занимаюсь, собственно, это единственный способ, источник моего дохода до сих пор, даже после отрубы монетизации, монетизация в целом, как бы, она поступает, просто поступает меньше, вот, из-за того, что я умный человек, и имею партнерку, как бы, деньги-то мне выплачивали все это время, плюс у нас есть бусте, где люди поддерживают, что, как бы, тоже приятно, плюс люди приходят, вставляют донаты, то есть, короче, 50 на 50, 50 процентов монетизация работает, 50 процентов люди, которые смотрят, которые хотят, чтобы канал функционировал, собственно, поддерживают все, весь этот процесс, что буду делать я, в принципе, при любом раскладе, на данный момент, стримы, видосы продолжают выходить, потому что, опять же, проблема, даже если я сейчас вырублю эту штуку, мне загрузить 4К видос, не составит никакого труда, по-моему, у меня даже какой-нибудь, он сейчас есть, возможно, я не уверен, просто, чтобы показать, но у меня есть куски, но они не очень, типа, короче, не так много весит, чтобы показывать, но, короче, я могу спокойно стримить 4К, я могу спокойно заливать видосы, они заливаются точно такой же скоростью, то есть, именно процесс закачки, на серваке Ютуба, он вообще никак не изменился, я буду это делать, в принципе, всегда, то есть, видео будут выходить здесь стабильно, 100% времени, даже если вот сюда уже нельзя будет зайти без VPN, как расскажу чуть позже, потому что параллельно для тех, кто хочет смотреть стримы в онлайн формате, теперь рестримим на Twitch, единственная вменяемая адекватная платформа, на которую сейчас это можно делать в целом, вот мы слипиндокс уже целиком здесь прошли, повторы здесь тоже имеются, есть, правда, да, проблема Twitch'а в том, что повторы не хранятся на нем вечность, но, что важно, на данный момент, короче, коротко, у Twitch'а, когда ты, типа, стример на Twitch'е, у тебя есть три состояния, по которым ты, типа, идешь, сначала ты просто, вот, как бы, ничего, ты просто не имеешь каких-то привилегий, у тебя нет выбора даже качества, то есть, просто ты стримишь 1080, и все, у тебя есть только 1080, дальше, при соблюдении определенных условий, но они максимально микроскопические, типа, 50 фолловеров, постримить суммарно 8 часов в месяц, в 7 разных дней, опять же, в месяц, и иметь в среднем 3, 3 человека в чате, и даже не в чате, просто онлайн, а типа, 3 человека, чтобы вас смотрели, в среднем, вы получите уже, короче, там, состояние полу-партнера, по-моему, заработают, типа, платные подписки, но это, как бы, будет неполная партнерка, по-моему, там не будет галки, не уверен, я, типа, мне нравится Twitch, но я в этой штуке не сильно разбираюсь, сейчас буду разбираться в процессе, вот, и потом, когда, но там уже более серьезные условия, что-то типа, там надо, короче, гораздо больше фолловеров, гораздо больше онлайна, ну, какое-то уже существенное количество онлайна, вы получите статус партнера, и там будут другие условия, но, как бы, выбор качества появится уже на втором, с записями, очень удобно, конечно, они именно сейчас решили изменить, короче, с первого сентября это условие, когда у тебя нет никакого статуса, вот эти записи теперь с первого сентября, это важно, будут храниться одну неделю, каждый видос, типа, через неделю будет удаляться, когда ты в состоянии полу-партнера, они будут там храниться две недели, когда ты партнер, месяц, вот, в целом, я просто не знаю, выдают ли они сейчас статус партнера, в принципе, то есть, если, когда у меня будет все соблюдено, типа, я на это дело подам, то там как бы надо подключать, типа, карты для того, чтобы тебе выводились деньги, но сейчас это не работает, поэтому я хз, это вопрос, типа, но посмотрим, в любом случае, даже если, стримить на ютубе будет проблематично, у твича есть потрясающая функция, я могу сейчас взять, и я правда не знаю, как это сделать, это просто у нас запись получается, я могу как-то открыть ее, вот, я могу нажать edit, и здесь есть прекрасная кнопка, экспорт, когда я нажимаю экспорт, у меня уже канал этот подключен к моему ютубу, я просто нажму вот так вот, ну, типа, переназову, нажму кнопку старт экспорт, ой, вот, например, финал, и автоматически, без какого-либо моего участия, без участия именно моего конкретного подключения, вот эта штука, отправит видос на ютуб, ну, какое-то время он там будет загружать, да, в 1080, твич у нас, 1080 сайт, к сожалению, но, что, плюс, иногда, короче, 1080 на твиче, чем 1080 на ютубе, то есть, качество здесь лучше, именно вот в понимании 1080, не будет лучше это, чем 4к на ютубе, но, типа, это не вот те квадраты, которые на ютубе при стандартных настройках, а дальше, как бы, ну, просто зайти с VPN и, соответственно, просто поменять там описание с тегами, это не составит какой-либо проблемы, то есть, в этом плане скорость, она, вероятно, не изменится, и просто те повторы, которые мы будем мутить на твиче, они будут погружаться на ютуб, и в любом случае, они будут грузиться на ютуб, следующий тейк, в принципе, это все, что я буду делать, потому что, и все, что имеет смысл делать, то есть, контент для людей, которые будут продолжать смотреть ютуб, он останется, потому что все равно есть аудитория, которая не находится в России, есть аудитория, которая понимает, как использовать вот это, и понимает, что это элементарная херня, кто-то оплатит себе VPN, кто-то там что-нибудь еще, в любом случае, люди никогда не перестанут смотреть ютуб, типа, come on, просто, если будет проблема со стримами, придется, типа, ну, жить с такой херней, с записанным контентом, ну, типа, будет больше, да, такой, типа, стримерский формат, в этом плане, почему как раз-таки на твиче я не уходил, ну, или просто, как минимум, не рестримил, потому что, мне, мне лично не подходит тот формат, который требуется на твиче, потому что на твиче он требуется немного другой, нежели чем формат прохождений, который я делаю, вот, и формат стримов, который я делаю, потому что формат стримов мой тоже, собственно, адаптирован именно под ютуб, под то, чтобы человек после того, как закончился стрим, перешел на эту запись, и смотрел это просто как прохождение, даже если там мое лицо, например, есть в углу экрана, вот, ну, типа, играфильм буду выгружать, окей, возможно, даже, хотя нет, это будет достаточно бесполезно, ну, просто, да, это займет время для того, чтобы загрузить видос, хотя с платным VPN, который там будет поддерживать плюс-минус, типа 100 мегабит 4К загрузить, это не такая уж большая проблема, так что все это все равно будет грузиться, все все равно продолжат пользоваться площадкой, мало что изменится, тем более, что новость-то там уже одна появилась, вчера, что типа, на фоне этого, трафик не только упал, он еще и там немного вырос, ну, там буквально что-то на 300 или 400 тысяч пользователей, но тем не менее, вот, так что, это не рабочая херня, дальше, момент, который, как по мне, очень важен, и который мало кто проговаривает, но тем не менее, типа, это надо понимать, есть определенная причина, по которой, не то, чтобы можно, не то, чтобы разумно, переходить на площадки, на которые они хотят, чтобы вы перешли, типа, давайте так, мы сейчас будем говорить преимущественно про ВК, потому что некоторые именно туда решили побегать, вот, с моей радости, маленькое количество людей, незначительные блогеры, но тем не менее, некоторые начали это делать, и это идиоты, от которых я рекомендую отписываться, в целом, потому что, ну, типа, в голове у них мало чего есть, объясняю, я про это говорил уже в голосовом в телеге, но тем не менее, значит, первая причина, во-первых, это именно то, чего от вас хотят, именно от вас сейчас хотят, чтобы, типа, можно было показать какую-нибудь статистику, что трафик на ютубе упал, и, типа, ну вот, смотрите, значит, он не очень-то и нужен, а если вы, как бы, не позволите, такому статистическому скачку случиться, то, как минимум, все прекрасно будут понимать, что это пиздец, да, естественно, никто не помешает, и так, и так запостят подобную новость, и, типа, сделать такую формулировку, но хотя бы, блядь, вы будете понимать, что вы сделали все в своих силах, для того, чтобы не уничтожить платформу, на которой сидели, смотрели, вам было комфортно, все прекрасно, знаете, у нас же, типа, муфта сделан с целью, каким-то образом повлиять на администрацию ютуба, и, соответственно, рекламодателей, которые там находятся, естественно, никак на них это не повлияет, мы все это прекрасно понимаем, потому что, типа, со стороны ютуба не работает, реклама никакая, типа, никто не пострадает, ютуб вообще просто, ему так насрать на то, что, типа, происходит, насколько это возможно, это целенаправленная, достаточно серьезная, все-таки атака, которая, может быть, они дегенераты настолько, что, типа, они не понимают, что именно на пользователей, но это, это проблема исключительно для пользователей, так что, имейте это в виду, вот, и раз уж, типа, ну, как бы, мы что-то показываем администрацию ютуба, давайте тогда покажем что-нибудь, всем, там, всей администрации, всем рекламодателям, на российских площадках, на ВК, ну, я не знаю, Дзен, Рутуб, ну, там, мне кажется, в принципе, никого нет, и так, для того, чтобы что-то там показывать, не давайте туда трафика, потому что, если вы начнете, давай туда трафик, то, сейчас будут мои любимые аналогии, представьте, что вы на корабле, короче, плывете по морю дерьма, вот, море дерьма, это ВК, Яндекс, Рутуб, что там, платформа, да, типа, вот эта вся херня, вот, это вот море говна, по которому вы плывете, корабль, это Ютуб, короче, корабль начинает медленно тонуть, и вы вместо того, чтобы пытаться его как-то, ну, поддержать, чтобы в это море говна не попасть, вы туда еще больше дырок, хуярите, короче, и попадаете в ситуацию, что, как бы, ну, вы просто сами выстреливаете себе в ноги, basic, и сами лишаете себя платформы, которые потенциально, ну, не то, что потенциально, которые, блядь, она развивалась 18 лет, на ней есть то количество контента, которого нет нигде, и, ну, как бы, я не думаю, что надо объяснять, по какой причине, даже в состоянии полной неработоспособности, Ютуб будет ибать все ВК, Яндекса и Рутубы, которые, типа, потенциально могут, я не знаю, в какой-то, в каком-то их манимирке, типа, самоубиться об Ютуб, это просто, это невозможно вообще, вот, поэтому, это первый, типа, это первое, что надо понимать, потому что, ну, просто это дегенератизм, если вы думаете, по какой-то причине, хорошо, возможно, вы считаете, что, типа, да там нормально, они сделали, да что там, можно смотреть, это, окей, это из-за неосведомленности, возможно, отчасти необразованности, возможно, отчасти из-за того, что вы просто не понимаете, как это все нахер технически работает, и, например, вы не очень понимаете, что со стороны тех же авторов там не сделано примерно ничего, вот, ну, еще так же, если мы сейчас представим какую-то ситуацию, где все вот эти вот 40% общего трафика интернета всей этой страны, короче, перейдет резко на любую из этих площадок, возможно, она самоуничтожится, я не знаю, типа, что с ней произойдет, она не выживет, это просто будет невозможно, но этого не произойдет, типа, скорее всего, то есть, там не будет такого оттока, как это было в Твиттере или в Инстаграме, потому что слишком сильно социально значимая штука, так вот, в секунду, когда, будем говорить про ВК, потому что все остальные ничего не пытаются делать, в секунду, когда конкурентность, в принципе, пропадет, у нас же, типа, все работает как, если есть какая-то конкуренция, с которой мы не можем, типа, работать, надо от этой конкуренции избавиться, надо, типа, не ее переиграть, а надо просто сделать так, чтобы не было конкурента, ну, типа, в принципе, закономерность отслеживается, вот, и как только пропадает какая-то конкуренция, это, в принципе, как бы, по правилам монополия так работает, но, типа, в России особенно, если пропадает конкурент, то развиваться нет никакого смысла, то есть, за исключением, точнее, учитывая тот факт, что там и так, на данный момент, я не знаю, типа, ВК, это сейчас даже не, не 2% Ютуба по функционалу, алгоритмам, интерфейсу, возможностям, плееру, надежности, там, серверов, всего остального, даже не 2%, это просто кусок дерьма, и он в состоянии этого куска дерьма останется, потому что не надо будет пытаться делать себя более привлекательным, потому что некуда будет, типа, некуда будет больше идти, потому что у нас же нет ВПМов, и это происходит всегда, потому что я рассказывал аналогию в голосовом с Donation Alerts, у Donation Alerts фактически не было огромное количество времени конкурента, до сих пор, в принципе, его какого-то значимого, о котором все бы знали, нет, Donation Alerts не развивается, у нас просто это не функционирует, во-вторых, ВК это помойка, которая абсолютно неудобна, я считаю, что ни для кого не должна быть она удобна, потому что видео у тебя в одном месте, стримы у тебя в другом месте, это нигде не объединяется, при этом система рекомендаций никакая, а если мы еще подумаем, какая система рекомендаций там типа насильственная может быть, то мы поймем, какие видосы, скорее всего, будут пропихиваться, а какие нет, все это связано через то, что это вообще изначально была просто социальная сеть, где люди переписывались, короче, просто берете вот так вот телефон, если у вас установлено это приложение, удаляете приложение нет, сначала вы заходите в свой профиль в ВК, если у вас там нет ничего важного, если вы там не работаете, да, у вас нет каких-то чатов, которые вам просто именно необходимы именно по какой-то причине там, и вы работаете или учитесь где-то, где люди не пользуются WhatsApp и Telegram, вы просто сносите нахрен свой профиль, и вы забираете оттуда трафик, а не отдаете туда трафик, понимаете, надо, чтобы там было меньше, на YouTube больше, понимаешь, это как минимум, как минимум, мы, опять же, повторюсь, это не значит, что в какой-то момент все равно не появится новость, но вот смотрите, YouTube не нужен, но дайте людям понимание вообще, какое состояние и какое мнение у людей, это, блять, важно, окей, хорошо, допустим, мы представим, что можно смириться с абсолютно всратой технической частью, на этой платформе, и на любой российской платформе, будет такая, цензура, цензура, которую, если вы думаете, что она есть на YouTube или Twitch, вы себе даже не могли представить, потому что буквально, вам нельзя будет играть в Call of Duty, вероятно, играть в basically любой AAA проект, где будет, я не знаю, хотя бы намек на какого-нибудь ЛГБТ-персонажа, а они в принципе есть по большему счету в том или ином виде везде, что как бы нормально, но там там, там, там другое мнение, понимаешь, это мнение, оно неправильное, вот, соответственно, что еще у нас там будет, про смуту плохо говорить нельзя будет, ну то есть типа, там просто будут баны разлетаться вот так вот налево-направо, помимо того, что баны будут разлетаться налево-направо, к тому же в ВК у нас еще и штука, которая очень легко и очень понимаете, вот так вот, с полпинка, короче, раздает информацию типа, органам, какие только пожелают, собственно, поэтому типа, стример плохо сказал про смуту, звоночек в дверь, ну типа, это, ну как бы, я может быть где-то утрирую, но возможно в какой-то момент оно к этому придет, если вы типа, думаете, что это неправда, ну копиум, хорошо, окей, посмотрите, что будет происходить, то есть, типа, это площадка, которая не имеет права на существование в том виде, в котором она существует на данный момент, это просто помоечка, и соответственно, по вот ряду этих причин, типа, ну я не буду размещаться там никогда, и считаю, что все, кто сейчас решили, что типа, ну если других путей нет, то надо туда, они просто долбоебы, они просто идиоты, которые стреляют себе в колени, в голову просто, я не знаю, ну то есть, это равноценно, как просто вот так сесть, сделать на камеру, и все, это будет то же самое, вот, поэтому делаем все, что в наших силах, остаемся здесь, аудитория, все равно, есть люди, которые живут не в России, есть, ну типа, я имею в виду, есть люди, которые изначально жили не в России, есть люди, которые в какой-то момент перестали жить в России, и все такое, поэтому в любом случае ничего вот фундаментального с этой площадкой произойти не может, в какой-то момент появится более простой гайд, околоэлементарный, как сделать себе VPN на роутер, так, чтобы у вас на смарт-ТВ он работал, поэтому все равно все будет работать, если по процентным соотношениям посмотреть, то типа, аудитория, что для меня на самом деле немного удивительно, но действительно телевизор, он на втором месте, по-моему, по просматриваемости, на первом мобильные телефоны порядка 40%, на втором ПК это 30%, и на телевизорах, да, это 18% аудитории, по крайней мере, у меня по статистике, дальше там идут планшеты, там вообще какие-то мизерные цифры, вот, то есть как бы телевизоры, это третье место в топе по устройствам, и как бы, да, это неприятно, это там 20% аудитории, но я думаю, что все равно у всех этих людей есть телефоны, на которых все это можно решить, у всех этих, ну, может быть не у всех, но у многих людей есть ноутбуки, на которые вы можете поставить этот СНД, и все, как бы у вас работает YouTube, ну, если это не Mac, тут, конечно, проблема, поэтому расклад примерно такой, возможно, при любом вопросе я буду ссылаться сюда, вот, надеюсь, я чем-то помог, надеюсь, я в чем-то убедил, и разживал, потому что, в целом, ну, как бы после голосового моего в Telegram вопросов больше не было, но мне кажется, что как бы и на YouTube было бы неплохо оставить какое-то подобное заявление, потому что, собственно, ну, типа не все на Telegram подписаны, кстати, подписывайтесь на Telegram, вся информация, какая будет обязательно, она там, подписывайтесь на Telegram людей, с которыми не хотите потерять контакт, с которыми не хотите потерять связь, у которых вы не хотите потерять контент, Это важно У меня на этом сегодня все У нас сегодня еще вечером будет стрим Будем крутить колесо шейхов Так что Все будет замечательно Мы как-то прорвемся Мы как-то просуществуем Все будет вообще вот так вот Не унывайте